Так что же именно происходит в момент смерти? Хотя вам и не нужна компетентность, чтобы умереть, существует целая наука о том, как это сделать. Жизнь приходит так, уходит так. Если вы существуете просто как жизнь, такова природа жизни. Такова жизнь. Пожалуйста, расскажите подробнее о том, что происходит непосредственно в момент смерти. Что, если я не готов умереть? Что можно предпринять в таком случае? Готовы вы или нет, но когда придет время, вы умрете. Для этого не нужна компетентность. Во многих аспектах жизни требуется компетентность. Но не в вопросах смерти. Если я выстрелю вам в голову, вы умрете, даже если ничего не знаете о смерти. Безо всяких проблем. Не так ли? В этом прелесть смерти. С жизнью по-другому. Что бы вы ни делали, вы всегда оглядываетесь назад и думаете, «Я мог бы сделать и лучше». Не так ли? Не так ли? В этом смысле смерть отличается от жизни. В этом ее преимущество. Вам не нужны никакие знания о смерти. Она произойдет наилучшим образом. Так что же именно происходит в момент смерти? Ваша жизнь может быть резко выбитой из тела. Потому что тело внезапно теряет способность ее вмещать. И жизнь выплескивается. Или же ваша жизнь может быть выдавлена из тела. или может покинуть тело в мучениях. Допустим, вы меду пьете, и ваша печень перестает работать. Жизнь еще хочет оставаться в теле. Но тело выдавливает ее, и жизнь покидает его в мучениях. Больные люди молятся, «Я не хочу умирать, я не хочу умирать». Но со временем это становится настолько невыносимо, что они просят о смерти. Видели такое? Тело становится такой пыткой, что люди ищут смерти для облегчения. Не для того, чтобы выйти за пределы. Только для облегчения. Если при жизни люди испытывают ужасную боль, они ищут смерти, потому что для них это облегчение. Они не видят в этом возможности. Они просто хотят облегчения. Хотя вам и не нужна компетентность, чтобы умереть, но существует целая наука о том, как это сделать. Существуют целые системы, которые помогают воспользоваться этим событием наилучшим образом. Некоторое время назад я пообещал, что после того, как я уйду, когда бы это ни случилось, даже если завтра утром на протяжении следующих 80 лет люди будут интенсивно чувствовать мое присутствие. То есть я позабочусь о том, что все вы покинете этот мир до того, как это сделаю я. Так что если вы будете поддерживать эту связь, у вас будет хорошая смерть. Насчет жизни я не уверен. Здесь нужны определенные навыки. Жизнь — это то, чему каждый должен уделять внимание. О вашей смерти я позабочусь, но вы задаете вопрос в общем. Так, как же следует уходить? Так же легко, как сделать выдох. Когда вы немного встревожены или чувствуете некую безысходность, вы всегда делаете глубокий вздох. Уйти таким образом — это хорошо. Если вы просто уйдете вот так, это прекрасно. Но если вы уйдете с легким вздохом, это тоже хорошо. Но если жизнь будет выбита или выдавлена из вас, в этом нет ничего хорошего. Жизнь должна выйти мягко. Она спустилась в утробу, словно снежинка, безо всякого усилия. Многие из вас были беременны. Кто-то прямо сейчас? Да. На следующий день после зачатия что-то резко влетело в вас? Нет, совсем не так. Другая жизнь зародилась в вас, и вы этого даже не заметили. Настолько мягко это произошло. Вы бы почувствовали даже снежинку. Но это гораздо тоньше. Жизнь пришла, словно легкий ветерок. И также должна уйти, потому что так устроена жизнь. Остальное — лишь глупости, которые вы придумали. Жизнь приходит так, уходит так. Если вы существуете просто как жизнь. Если вы стали чепухой, которую сами накопили, если вы только мешок грязи, это придумал не я. Здесь вас назовут мешком грязи, потому что это просто земля. Вы начали придумывать разные глупости про кусочек земли, который сами накопили. Поэтому уход из жизни становится сложным. Но жизнь пришла как легкий ветерок. Она должна уйти как легкий ветерок. Такова природа жизни. Такова жизнь. Возможно, вы привели себя к чему-то еще. Это другой вопрос. Многие люди привели себя к такому состоянию, когда все становится сложным. Но смерть должна быть похожа на легкий ветерок, на нежную ноту флейты. Вот как она должна уйти. Будет замечательно, если вы уйдете как песня. Но не фокусируйтесь на смерти. Только напоминание о вашей смертности делает этот короткий отрезок жизни очень ценным. Не так ли? Если бы вы были бессмертны, вы бы все делали неправильно. Да. Если бы вы были бессмертны, вы не стали бы поступать правильно. Но сейчас время уходит. И жизнь заканчивается. Пока вы этим заняты, вы уходите. Понимаете? Да или нет? Время истекает, и если вы осознаете это, внезапно жизнь станет бесценной, и вы не захотите упустить ни мгновение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok